Этот турнир собрал лучших борцов России. Сочи представляли воспитанники 10-й спортшколы, члены юношеской сборной Краснодарского края. Самвелу Терзяну удалось стать сильнейшим в весовой категории 57 килограммов. Я недавно перешел в категорию молодежно, и все соперники были сложные по себе. Кто-то был сильно выносный, кто-то физически сильный, кто-то быстрый. Каждого соперника приходилось выкладываться, вырывать схватку. В финале получить два решающих балла Самвелу удалось буквально на последних секундах, за что судьи решили отметить бойца еще одной наградой – призом за волю к победе. Проигрывая три схватки с большим счетом, он умудрялся из ход поединка повернуть в свою сторону. Это отметил старший тренер сборной России по юниору Абдусалам Гадисов. Бороться до конца пришлось и Юрию Аракеляну. Он выступал в весовой категории 74 килограмма. Бронза ему досталась большим трудом. Я после операции реабилитировался, чуть в форму не вошел. Поэтому в первый день труднее, у меня схватки были. А во второй день уже разбором, я вышел на ковер и показал чуть лучший результат. На результат работают все воспитанники 10-й спортшколы. 80% входят в состав сборной Краснодарского края. Я думаю, в следующий год, в 2020 году, у нас, ребята, есть 6-7 спортсменов наших борцов, которые могут попасть и юноши, и молодежь на оперенции Европы и мира. Кандидаты, перспектива очень хорошая. Уже в эти выходные спортсмены улетят в Тель-Авив на сборы, а после примут участие в первенстве России. Татьяна Говоркова, Олег Кононов, телекомпания ФКТ.